всем привет друзья сейчас сейчас с вами будем взвешивать индюков я вам в описании под этим роликом оставлю тот ролик когда их только привез вы посмотрите какие они были манюсенькие я их привез чуть меньше двух месяцев назад им было чуть больше месяца я их привез 3 июля и как раз сегодня им ровно три месяца три месяца это 13 недель и в этом возрасте бьются петухи и в этом возрасте и индюки самцы могут весить 11 200 а самки там 11 200 короче от 10 до 12 а самки 8 200 это вот такой стандартный шаблонный вес по таблице и я хочу их взвесить сейчас еще хочу добавить что это big 6 есть еще и индюки других кроссов есть бюты и есть еще какие-то я не помню как бы я с теми не сталкивался а вот именно big of я уже держал мне очень нравится так как это очень быстро растущая птица ну вот посмотрев тот ролик вы можете заметить что реально приехали во двор манюсенькие манюсенькие в тазике в которой я сейчас смогу поставить как ну как максимум два штуки они в десятером приехали сюда вот так они у меня сидят на готовом комбикорме ничего больше им не даю вы мне там пишите их нужен их нужно на выгул им нужна трава даем кабачок что-нибудь еще нет друзья это бройлерный индюк это точно так же как бройлерные бройлерная курица кобы росы то есть вот и точно такие же индюки их только на мясо я содержу как бы оставлять их никто не планирует они очень массивные тяжелые еще хочу добавить насец им тоже не нужен они себе ровненько спят на подстилке вот я почистил у них поубирал короче красота хочу еще добавить что самки растут до 14 килограмм до 24 недель ну вот чтобы вы понимали им сейчас 13 еще можно можно их подержать 11 недель но чтобы вы понимали для самок это не целесообразно так как расход корма что у самца что у самки плюс-минус одинаковые то есть посмотрев таблицы роста и как бы ну как бы и расхода корма на день вы можете заметить что самки едят там напрям на грамму лечку меньше а при этом вес набирают хуже еще много кто говорит что бройлерные индюшки начинают нестись четырех месяцев а если они начали нестись то они уже и как бы и сильные не растут так что индюшки должны уйти раньше а самцов можно подержать дольше точно до тех же самых 24 недель это 6 месяцев там чуть больше с хвостиком и за это время самцы могут вырасти 25 килограмм вот самцов можно конечно и подержать я не говорю что можно что мне нужно их держать еще одиннадцать недель это очень долго потому что вот в таком размере как они сейчас у них уже расход корма на день примерно вот у самок от 300 а у самцов ну короче до 400 грамм в дальнейшем они будут есть все больше и больше чтобы вы понимали стоимость комбикорма для индюков сейчас в районе 20 гривен чуть дороже а стоимость бройлерного комбикорма 16 гривен вот они в день съедают 8 гривен ну а вес набирают вы я думаю поняли с какой скоростью с килограммов с двух килограммов веса за два месяца мы сейчас узнаем сколько же они набрали ну вот так в конечном итоге можно будет посчитать если вам очень интересно посчитать мешки сколько они съели это я вам ну как бы за тех которых вы можете держать и высчитать почем же у вас и индюшатина получается но индюшатина мясо достаточно дорогое так что я думаю что в минусе мы не будем ну вот так единственное что меня расстроило в общем посмотрев тот ролик вы можете обратить внимание на то что я сказал что примерно по вид по внешнему виду самцов ну как бы индю и индюков и индюшек примерно одинаково а сейчас когда они уже подросли и уже индюки дуются хорошо вы можете заметить что индюков всего три то есть одни индюшки одну индюшку я убрал они ее немножко избили ну и тут вот шесть индюшек и три индюка так что индюшечки пойдут на мясо первые а индюки немножечко позадержатся то что я говорю первое это не значит что они все одновременно уйдут по мере надобности мясо то есть в течение месяца скорее всего всех индюшек уберу а самцы может походят после того как уберу индюшек еще где-то месяц ну как бы три месяца индюки уже смотрите какие красавцы надутые по сравнению с тем что было ну вот чтобы вы понимали вот они пьют из шестилитровой поилки которая если поставить возле того индюка который надулся она будет но он ее переступит спокойненько и все дела вот так еще раз повторюсь перед самым взвешиванием индюки в три месяца весить должны 11 200 это максимальный вес ну а нет это не максимальный это средний по стаду а индюшечки 8 200 но кто помнит ту индюшку которую пришлось убрать она была как бы тушкой без без пера без внутренности без головы без ног больше 6 килограмм так что я уверен что индюки ну что они с тем весом который нужен весы на 3 на 50 килограмм но они такие маленькие я не знаю получится у меня установить сюда индюшку или не получится но мы сейчас с вами попробуем взвесим одну индюшку и 1 индюка не знаю видно вам не видно ну не видно я вам потом покажу смотрите 00 все ровненько ловим индюшку мне правда знаете мне самому интересно и я просто уверен если бы я взвесил сам а потом в ночном ролике сказал индюк с таким весом индюшка с таким вы бы мне мне сказали а почему нам не показал вот так я уже вас знали все тихо девочка можешь стоять на весах давай крыльями только не маши упачки вот такая девочка а ну футболка о боже сейчас мне расцарапаешь давай вставай лапку вторую брось остановись вот смотрите 8 ну короче она в идеальном весе в идеальном весе по таблице то есть она дышит и она скачет восемь сто восемь сто тридцать короче ну я думаю вы видите да а средний вес восемь двести это при том что я вам уже много много раз рассказывал что они у меня едят комбико какой попало ну я не виду они едят то индюшины бройлерный то просто бройлерный комбико для кур бройлеров и при опачки восемь сто то есть давайте еще одну поставим интересно теперь мне а это красотка а это красотка сейчас будет выше нормы чтобы вы понимали что я первую взял не как бы не выбрал а вот эта девочка это уже фантастическая красота смотрите это индюшечка чтоб вы понимали три индюка они все там вот смотрите какая индюшка три месяца 10 килограмм сверх нормы понимаете какая красота идем девчонка идем опачки опачки какая толстушка все а сейчас вам видно ну я думаю видно да а сейчас взвесим вы помните ой-ой-ой 11 200 мы ждем от него становись стоп стой вот какой чтобы понимали его размер вы видите какой размер индюка три месяца ребенку 11 200 короче прям прям какие-то стандартные табличные прям индюки да давайте возьмем второго уже 2 индюшки взвесили едва индюка да ну а этот чуточку на 200 грамм больше 11 400 такие хорошие индюки мне нравятся растут шикарно едят хорошо ничем не болеют вот такие вот дела с индюками чтоб вы понимали все отменно я не то что доволен я в восторге на самом деле потому что ну получается я взял небольшую индюшку она стандарт а взял большую она прям перебор на 2 килограмма прям красоточка ну прям шикарно получается получается индюки примерно по весу одинаковые а вот индюшки но я не брал самую маленькую может маленькая килограмм 7 там одна чуточку вот поменьше а эти такие вот все ровненькие одинаковые так что с индюками все хорошо мясо ну вот чтоб вы понимали сейчас вот здесь среднем 80 килограмм мясо индюшатины ну я думаю вы понимаете какая цена на индюшатину и какое качество мясо у индюшатины ну по сравнению с курятиной так что будем кушать все друзья всем большое спасибо за просмотр жара сегодня простояла тоже сумасшедшая так что они вот стоят хэкают но у них чистенько так что сейчас полярают и будут отдыхать сейчас солнышко зашло и немножко станет попрохладнее все таки уже осень приближается и будет чуточку посвежее так что будет все хорошо вот так единственное что осталось взвесить это это индюковы индюков это гусей но гусей пока мне это не надо чуть-чуть еще пусть походят потом уже когда перелиняют просто для самого себя понятия насколько они как бы они же не чистопородные гуси мамуты насколько они меньше от натуральных мамутов потому что мамуты гусыньки там в таком возрасте весили 6-7 килограмм ну где-то так гуси все видите как бролерные бролерные индюки отдыхают ни на какое на сест они не лезут никуда не садятся ровненько увалились на на подстилку и лежат отдыхают все всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока